Сегодня у нас в гостях Алина Вестфрид из Мир Красивый Как Сюзанне. И чтобы Мир Красивый Как Сюзанне действительно был красивым, надо клеить керамику, если вдруг её кто-то побил. Причём не просто, а бесшовно, на глазури, ну и, конечно, в печи запекая, чтобы никто не догадался, что эту керамику склеили. Так что с вами сегодня я, Илья Калашников на волшебстве керамики. Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, Мир Красивый Как Сюзанне невозможен без того, чтобы клеить осколки разбитых детьми и нерадивыми клиентами керамику. Значит, бьют её просто, однако. А вот это главный сегодняшний герой нашего сюжета. Нет, не Алина, которая нас посетила из Мира Красивый Как Сюзанне, и даже не я. А вот это, друзья, это осколочек мы сегодня будем приклеивать бесшовно. У нас есть, кстати, сюжет, как клеить тоже практически бесшовно и на воду, посмотрите его, керамику. Но вот этот осколочек сегодня Алина, по крайней мере, она утверждает, что будет приклеен без шва вообще, друзья. Ну вот, к слову сказать, у нас здесь есть код. Код приклеен на ПВА. Вот здесь ноги, и здесь есть у него небольшая такая вот трещинка, которую видно. То есть, видно? Видно, видно. Видно. И вот здесь ещё одна трещинка. А ещё есть у нас лунтик. От него у нас осталось три уха. Дети отодрали. А ещё у нас есть барышня, полубарышня. И есть ещё у нас из сериала про птеронозавров, донов и прочих авров. Вот у него есть такая клешня. Она, по-моему, должна смотреть вот так вот вниз. И нога. Ну, собственно, давай, Алина, рассказывай, что можно их склеить, а что нельзя. Привет, ребят. Меня зовут Алина Вестерит. Группа «Мир красивый, как Сюзанни» и бренд «Сюзаннис». Сегодня мы поговорим о том, что о бедах керамистов, которые очень часто происходят во время ярмарок, фестивалей. Во время обеда. Во время обеда. Во время переноски наших изделий. И вот одна из, на мой взгляд, самых частых бед – это фестивали, где мы неправильно пакуем наши изделия, где мы недоносим их иногда домой, и где иногда дети нам вот так разбивают. И сегодня я вам расскажу, как склеить керамику с помощью вот этого двухфазного клея. Двухкомпонентного. Двухкомпонентного клея, который продается в лаборатории керамики. Ссылка в описании. Ссылка будет в описании. И вот с помощью этого клея мы будем склеивать то, что у нас имеется. Я расскажу то, что можно склеить и что нельзя. Да, почему двухкомпонентный в том числе? Да, почему он двухкомпонентный, наверное. Ну, мы не знаем почему. Да, это секрет фирмы. Да, Геннадий Михайлович. Геннадий Михайлович. Я хочу заранее предупредить, что тот способ, который я покажу, он годится только для декоративной керамики. Ребят, пожалуйста, не используйте его для посуды, которая… Пищевая. Пищевая. Это как бы… Ну, это не Камильфо. Да. И вот начнем мы с того, что клей называется огнеупорный КВ-1200. Он идет до температуры, насколько я помню, по-моему, 1300-1400. И мешается он в пропорции сухая часть 1, жидкая часть 1,5. Ну, можно один к одному, я мешаю один к одному. В принципе, это не влияет на процесс склейки. По весу или по объему? А сколько положишь? По-русски. Да, по-русски. От души. В принципе, я могу сказать, что достаточно небольшого количества, чтобы склеить вот эти все изделия. Даже те, которые, в принципе, склеить нельзя. Сейчас мы поговорим. Теперь, какие можно изделия склеивать? Изделия склеиваются те, которые плотно прилегают. То есть, вот когда… Вот этого тигра можно склеить, потому что у него есть плотное прилегание. Если покрутить… Да, если покрутить, то можно понять, что ножки тут плотно прилегают. Да-да, вот так. И здесь никаких проблем не будет. Вот эту игрушечку, например, детскую, склеить нельзя будет, потому что, видите, между ней есть пространство. Печаль. Печаль, печаль, но ее можно, в принципе, уже все. Не жалеться она. Ну, как же, на ПВ осталось ее. Вот. И, соответственно, вот эта игрушка, она тоже ее склеить нельзя, потому что клей дает темные… Оставляет темные… Ну, на месте склеивания будет небольшая темная трещина, ее обычно заделывают глазурью. Темный развод, который отлично закрывается глазурью, но здесь глазури нет, поэтому, в принципе, смысла клеить нет. Нет, ну, надо сказать, можно склеить все, но просто шов будет виден. Да, склеить можно все, вопрос в том, насколько это эстетично будет выглядеть. Да. Мы же бесшовно хотим склеить. Да. Ну, и вот этого котика можно аккуратненько вот эти ножки… Разбить. Разбить, да, и заново склеить. Археологи любят ПВ, потому что он размывается водой. Но мы его попробуем сейчас газом. Ты его газом попытаешься. Газом. Так, ну что, давай, начинай газом тогда. Газом. Итак, у нас есть небольшая горелочка вот такая китайская. Она не герметичная, поэтому она всегда оказывается пустая. Значит, поэтому я ее все время заполняю от газового баллона. Вот, такого же. Газовый баллон надо держать вниз. Тогда жидкая фаза газа стекает. Ну, это ликбез по заправке. Ну, вот примерно как так. Чуть-чуть туда жидкой фазы вылилось, а она, соответственно, стала холодной. Я все понял. Газ внутри. Ну, а теперь надо ее зажечь. Вот так. И зажжем. Чуть-чуть прогреть вот здесь. Вот я ее зажег. Если не прогреть, она плохо зажигается. Тяга плохая. И мы делаем ампутацию. Конечно, всего котика не хотелось бы прогревать, а то он отзынькнет, лопнет. Сжигаем клей. Клей любой практически. Он при воздействии температуры... Да, все. Ампутировали мы ему. Я вспоминаю, как мы ключи в машине забыли. Наш сосед, приложив сигарету к приклейке, где форточка приклеивалась у меня в старой Ниве, значит, открыл за 15 секунд автомобильную форточку. Так, вот мы ее ампутировали. Горелочку мы закрыли. Соответственно, ее надо как-то поставить, положить, чтобы она не обожгла вас. И не вытекала. Но она вытечет и так. К завтрому. Ну все, тогда мы начинаем смешивать. Берем часть сухую клея, часть жидкую. Мешаем ее. Не пахнет ничем. Это очень важно перемешать хорошо. Огнеупорный, кавэ. Дальше мы вот этот перемешанный клей. Намазываем. Заварки не жалеем. Ждем, когда немножечко впитается. Главное теперь уронить. Она скользкая. Да, она скользкая. С одной стороны надо, да? Ну, достаточно с одной. Ну, вот. И вот таким образом аккуратненько ставим. И немножечко ждем, когда высохнет. В принципе, можно, чтобы клей ускорить высыхание, чуть-чуть прогреть горелкой. Чуть-чуть совсем. Вот. Ага. Поставили он, через какое-то время высохнет. Теперь берем котика. Намазываем лапки котику. Ну, керамика пористая, она быстро впитывает, наверное. Вот еще вот эта жидкая часть, она такая достаточно клейкая. Угу. Намазываем котику лапки. Смачно. Угу. Ой. Мы же это... Во-первых, они горячие. Ну, ничего. Но по теплости мы можем догадаться, какая же была передняя лапа. Угу. А какая задняя. Задняя. Вот. И тут очень аккуратно важно совместить стыки. То есть мы совмещаем максимально стыки. До молекулы. Да. Совмещаем стыки. И вот получаем. И вот клеим лапки. Вот. Вот тут остатки клея выступают. Их аккуратненько нужно подтереть. Ну, и положить так, чтобы не смещалось. Соответственно, вот так. Мы кладем котика и ждем, когда лапки его высохнут. То же самое проделываем с детской игрушкой. Вот для тех, кто с детьми занимается, очень часто дети плохо там промешивают глину, не наносят нужное количество шликера. Это вот один из вариантов, если ребенок очень расстроен и переживает сильно, чтобы не расстраивался, просто подклейте игрушечку. Вот ребенок не расстроился, вторая рука отпала на моменте сушки. Вот у тебя под ногтем вот здесь. Вот, вот здесь. И залили глазурью, просто руку подлечили. Так что у него три конечности. Так, я вот не могу теперь понять, правда, как... Это нога, да. Так, оно клеится. Во, 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 вот так. Вот, максимально совмещаем. Но он не как, друзья, а как суперклей, так вот прям схватывает. Нет, он сохнет. Ему нужно время. Ему нужно время. Даже ПВ, по-моему, лучше приклеивает. Да, ну ты ж. О, все, лучше не дотрагиваться. Так, и еще. Да, вот мы долго гадали. Он руку вверх держит или руку вниз? Ну, вот как-то так, да, да. Птира на дон. Так, ну и вот пусть сохнет. Ну, просто как ты его обжигать будешь? Его же поставить на тебя его только можно будет вот так. Да, да, а он так и стоял. На, как ее? На треножке. На треножке, да. А вот, что этот клей? Он потом все-таки бумс? Он... Он высыхает, потом заливаем глазурью. Но он держит температуру, то есть он... Вот этот отчет и 1300 вполне можно использовать. Сейчас, но это вот надо, чтобы кто-то подержал. Я могу? Сейчас, подожди. Непростое это дело. Да, непростая головоломка. Приклеить игрушки, лапку. Наверное, у реставратора в интересную работу. Как они теперь? Вот, давай мы вот так его поставим за голову. Надо на что-то, чтобы... Можно в глину его. Ну, вот можно за что-то его опереть. Вот, наверное, вот так. За одну ногу. Мы его опираем, и пусть он сохнет. А нам не потребуются эти глазури? Нам потребуется, мы сейчас будем аккуратны. Так, ну, соответственно, вот, что очень важно. Клей надо сразу смывать, потому что, если он высохнет, его отмыть будет намного сложнее. То есть, он хорошо можно чуть-чуть капнуть воды, он хорошо растворяется в воде. И потом быстро помыть все инструменты. Иначе потом будете очень долго все чистить. Мы сейчас пока оставим в воде, а потом... Замочим. Замочим, да. Теперь что? Мы берем глазури, которые нам нужны, и кисточку. Здесь на гранате была глазурь черный металлик и голубая. Что очень важно, когда мы накладываем глазури на вот это место, которое мы склеили, чтобы глазури было много, чтобы глазурь закрыла эту трещину. И желательно, конечно, в несколько слоев, в 2 или 3 слоя накладывать глазурь. Для того, чтобы наложить... Илья, нагрей, пожалуйста, чуть-чуть вот это место, чуть-чуть совсем. Быстренько прогрей его. Ага. Все? Ну, еще давай разочек. Все. Он начал джинькать? Он начал петь. Все, значит, он прогрелся. Вот теперь мы аккуратненько начинаем накладывать глазурь нашу. Вот она высыхает потихоньку. Мы в каждую трещинку ее заливаем. Прогрей еще, пожалуйста, быстренько один раз. Новый свитер. Все. Это на всякий случай, чтобы пляжа не было. Так, естественно, мы эту глазурь использовали и закрываем ее. А зачем греть? Чтобы высохла. Ага. Чтобы не на мокрую наносить глазурь. По суше, чтобы она была. Да. Погрей, пожалуйста, сейчас. И я голубую сверху нанесу. Ага. Для того, чтобы химическая реакция была и красивые разводы были. Его же? Его же, да. В то место, где мы склеивали. Может, его этим феном лучше? Можно феном. Да. Я бы сказал, предпочтительнее. Предпочтительнее феном строительным, конечно. Фен уносит молекулы воды, а газ только нагревает. Вот что значит. Ну и опять из широких штанин достаю фен. Вот так. Сюда. Обязательно. Чтобы понравилось. Ну все, наверное. Можем высыпать там можно накладывать глазурь. И вторая глазурь, которая здесь использовалась, это боросиликат на 24,05. Мы ее делаем для красивых голубых разводов сверху. Угу. И за счет этого мы как бы создаем пространство, будто... Так вот смело везде. Ну, чтобы выровнять все. Цвет выровнять. Я это делаю, чтобы цвет выровнять. Ага. Чтобы было ощущение, что... Ничего не было. Ничего с ним не было. Потому что если в одном месте будет много глазури, а в другом... Кто-то заподозрит... Кто-то заподозрит, что кому-то отбили гранат. Угу. Разбили. Кинули гранату. Все. Ага. Теперь мы можно отправлять на обжиг. Сейчас можно не сушить. Да, сейчас можно не сушить, он на треножку ставится. Ага. Вот видишь, прям... Попробуем попасть в те же... Дырочки. Дырочки. Дырочки, да. Все. Гранат готов. Итак, в обжиг. В обжиг. В обжиг. Так, теперь котик. Тут серое. С котиком тут использовалось сочетание белой... Белой глазури эмали, покровного ангоба и, скорее всего, какой-нибудь серой глазури типа боца или лаборатории керамики. У нас, к сожалению, покровного ангоба нет. Чтобы закрыть эти трещины, мы будем использовать вот эту белую глазурь, которая на 1200, в принципе, прореагирует с тем количеством покровного ангоба, который тут уже есть. Мешаем белую глазури эмали, которая здесь есть. И аккуратненько наносим на места, которые мы склеили. В банке у нас приказал глазурь долго жить. Поэтому мы ее разбавили. Прогрей мы, пожалуйста, ножки, чтобы они побыстрее немножко повисли. Сдуваем глазурь. Все, достаточно, наверное. Ну, по крайней мере, две ножки точно у него будут... Две левых белые, две правых коричневые. Точно никто не догадается. Вот. Готов. 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 Можно лобжик? Давайте немножко подсуши его тут еще, чтобы глазурь не поехала. Ага. Но он не поедет, клей. Клей нет. Если на ножки его поставить. Клей не поедет, нет. Бо в нашем глазурь не с ним начало стекать. Куда? Все, не поедет. Все. Так, тоже вобжик. Идет вобжик. А что ты его боишься поставить? Нет, не боюсь. Ну, хорошо. Так, и что у нас осталось? У нас птеронодон. А, вот. Остался... Птерозавр. Вот, остался. И вот мы его сейчас закрываем. Ха! Что это такое? Как обычно. Дыдынс. Дыдынс. Чтобы еще OptiPix бы помог. Это глазурные модификаторы. А можно вот это чем-то, что я нечаянно намазала. Где? Что? Убираем последствия ядерной войны. Так. Ну, глазурь-то будет держать, надеюсь. Ну, да. Погрей его, пожалуйста. Афьяна? Угу. Вот именно вот эту ногу. Она начала пузыриться. Это нормально все. Афьяна! Что? Ты под холодную воду, ну что такое? Ну, все. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Афьяна! Афьяна! Это нормально для керамиста. У меня уже заготовлен бинт, тряпочка. Да, в мастерской в каждой должна быть аптечка. Угу. Ну, сейчас мы начинаем склеивать его глазурями. Оранжевыми. Оранжевыми. И полоски потом восстановим, да? Ну, это если тебе очень хочется. Угу. Присовать, посидеть полосочки. Чем выше температура обжига, тем, как получается, красивее? Ну, не зависит. Это зависит от того, насколько глазури много положено и незаметен шов. Может, она так растечется, что нога возьмет и уплывется? Ну, если аккуратно, то нет. Если вот поставить, найти положение, при котором оно не будет, то, в принципе, не должно. Ну, желательно, конечно, чтобы вот после того, как мы покрыли его глазурью, он высох где-то еще там, ну, полдня. То есть, не сегодня его ставить в обжиг, а, допустим, утром. Угу. И вот это тоже на треножке. Угу. Каким-то, я не знаю, каким-то ее... Какая тут треножка должна быть? У нас как раз треножка. Ну, вот есть... Две ноги и ручка. Ну, вот как-то так. Под каждую ручку... Все. По треножке. Тигрик готов. Наверное, его сейчас вот так лучше оставить сушиться. Ассистенту дать за кадром. Дорогой ассистент, прими тигрик. Угу. Угу. Лепите, друзья, из сказочной и волшебной глины. И не бойтесь, если вдруг что-нибудь побилось. Есть способы двухкомпонентным клеем склеить. А с вами был я, Илья Калашников и Алина Вестфрид. Мир красивый, как Сюзанне на волшебстве керамики. До скорых встреч. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Алина Вестфрид. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова